Сезон виноделия начался, и один из самых частых вопросов, которые мы сейчас получаем от вас в комментариях, это Сколько сахара добавить с вино? Вот сегодня мы с вами поговорим о том, сколько сахара добавить с вино, нужно ли это делать вообще, и если нужно, то в каких случаях? Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. Именно в деле зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Как обычно звучат ваши вопросы? Я ягоду подробил, там примерно такой-то уровень сахара, сколько сахара мне добавить? Второй вопрос. Я снял сусло с мозги, сколько сахара мне добавить? Я попробовал вино, мне кислое, сколько сахара мне добавить? И так далее, и так далее. Для того, чтобы ответить на вопрос, сколько сахара вам добавить, вы сами должны себе ответить на другой вопрос. Зачем вы это делаете? Для чего вам добавлять сахар в вино? Чаще всего, какие следуют ответы? Первый, ну так же делают все. Я спешу вас разочаровать. Так делают далеко не все, и так делает только небольшая часть виноделов в кавычках, как бы не обидно это для кого-то звучало. Ну просто эти люди себя очень активно проявляют, они везде продвигают свои рецепты, хотя у вина рецептов нет. Ну и поэтому бездумно этот сахар добавляют. То есть еще раз повторю, все так не делают. Следующий ответ это я боюсь, что вино будет кислым, я не хочу, чтобы вино было кислым. Опять же, чаще всего мне посоветовали, вот это первая категория граждан, добавить сахар. Чуть позже я поясню подробнее. Вот это взаимодействие сахара и кислоты. Еще один вариант ответа из этой же категории. Я хочу вино получить не сухое, а полусладкое. Полусухое, поэтому сколько сахара мне добавить. И последний вариант ответа на вопрос, единственно верный. Я хочу больше спирта. Я понимаю, что мне сахара не хватает, я хочу больше спирта. И вот это правильный ответ. Что делает сахар в вине? Сахар в виноградном соке. Он в потенциале нам дает спирт. И вот здесь мы возвращаемся к вашим вопросам и к первому вопросу, который задается. У меня в ягоде вот такой-то вот уровень сахара. Сколько еще мне добавить? Вот честно, сколько хотите. Я не знаю, какое вино вы любите. Я не знаю, какое вино вы предпочитаете. Что вы хотите получить? Я этого не знаю. Поэтому на этот вопрос можете ответить только вы. Как все рассчитывается? Вы измеряете уровень сахара. Допустим, он будет 18%. Умножайте на коэффициент 0,55. Итого мы получаем 9,9% спирта. Ну, хотелось бы 11, да? Значит, тогда мы добавляем немного сахара. Сколько? 17 грамм сахара на литр сусла нам дают повышение спиртозности на 1%. Ну, смотрите, здесь вам надо быть аккуратными и осторожными. Если у нас сусло получается такое вот низкосахаристое, соответственно, в будущем низкоспиртозное, если мы добавим немножко сахара, вот на процент повысим, то, в принципе, будет нормально. Если мы добавим сахара больше, ну, понимаете, если вот ягодка недозрела, там все такое получается. Вино получится легенькое, вино получится такое тоненькое, а мы туда, бах, много сахара и получаем выбивающийся спирт, и это уже будет невкусно. Вообще по себе скажу, что с позапрошлого года мы отказались полностью от шептализации. Вот как раз-таки шептализация, это и есть процесс добавления сахара в сусло. Вот позапрошлый год был такой плоховатый. Мы еще сахар добавляли буквально вот чуть-чуть для повышения на 1-1,5%. Но, честно вам скажу, мои рецепторы уже чувствуют спирт. Все, мне не нравится. Мы вино употребляем не для спирта, мы вино употребляем для того, чтобы было вкусно. Когда спирт, для меня это уже все невкусно. И в прошлом сезоне у нас самая последняя ягода, молодые кусты, в сусле получилось 16-16% сахара. И мы решили попробовать, мы решили рискнуть, сделать вино. Пусть получится, как получится. Вот ничего не будем делать, шикарно получилось. Тонкое, легкое, элегантное вино. Все. То есть нам этого хватило. Поэтому здесь вы считаете сами, сколько вам нужно. И сюда же относятся вопросы, сколько сахара изначально должно быть в виноградной ягоде. От 17-ти. Вот, как правило, от 17-ти уже начинают работать. Если мы возьмем советские, даже это уже, наверное, будут российские учебники по виноделию. Если я не ошибаюсь, это будет технология натуральных и специальных вин. Вот там описываются еще всякие там портвейны, тра-та-та, много-много разных типов вин. И там в большинстве своем требовании. От 17-ти сахара мы можем работать. Дальше вы сами принимаете для себя решение. Надо вам еще добавлять, либо не надо. То есть 17-ть – это нормальная цифра. И мы с 17-ти очень хорошо работаем. Ну и выше, да. Вы для себя смотрите сами. Ну, повторяю еще раз, что если изначально сахаристость низкая, и вы хотите ее сильно повысить, то ничего хорошего из этого не будет. И в таком случае имеет смысл, например, подвялить ягоду, подержать ее при температуре 40-45 градусов в течение суток-двое, это автоматически, ну, как бы не автоматически, конечно, но повышает сахар от 2 до 4%. И понимаете, вы концентрируете все. Идет баланс сахар, кислота, все-все-все уравновешивается, и тогда вы получаете классное вино. Если вы просто добавляете сахар, уже получается немножечко дисбаланс. И более того, добавленный сахар скажется на ароматике. И сейчас я вам кое-какие вещи покажу. Вот, показываю вам картинку. Это графики образования определенных веществ в вине при определенной концентрации сахара. Причем в зависимости, этот сахар свой, родной, да, либо добавленный. Вот, пунктирная линия, это сахар, добавленный. Теперь, поскольку плоховато видно, я вам по некоторым веществам поясню. Вот это первое вещество, это вещество изоамилоцетат. Изоамилоцетат вещество очень специфическое в низких концентрациях. Оно дает ароматы груши, оно дает ароматы банана. Часто используется в различных эссенциях, ароматизаторах, но при определенной концентрации оно пахнет смывкой лака для ногтей. И вот смотрите, примерно вот 18-19 сахара в естественном виноградном соке. Это будет максимальное количество вот этого самого изоамилоцетата. А потом, чем выше сахар, тем изоамилоцетата ниже, меньше. А если мы сахар добавляем, то это самое содержание изоамилоцетата, оно у нас растет. И это может сказаться плохо на качестве вашего вина. Смывка лака для ногтей, как бы, нам не очень интересно. Вот это вот фенилатилоцетат, он дает запах меда, живой розы, малины. Вы тоже видите, да, что при обычном сусле оно падает. Если мы сахар добавляем, повышается. Дальше. Вещество этилоктанат. Этилоктанат дает яблочную и абрикосовую ноту. И смотрите, в норме у нас этилоктанат повышается. Если мы сахар добавляем, то значение его получается ниже. И этилоктанат, который дает запах свежего винограда, запах бренди, тоже видите. При добавленном сахаре у нас уровень этого вещества будет меньше. И еще маленькое пояснение для того, что я вам только что показала. Это была картинка из учебника Вайн Сайенс. Учебник примерно 2000-х годов американский. То есть добавленный сахар, он будет влиять на ароматику. Если у нас ягодка чуть-чуть недозревшая, они там в тексте приводят, что, например, для рислинга небольшое количество добавленного сахара поможет улучшить ароматику и сделать ее как бы более зрелой. Но так бывает не всегда. И опять же, если ягодка там более дозревшая, вы еще хотите больше, там много-долго-много сахара, то вы можете всю ароматику нарушить. То есть здесь нам важно понимать, что сахар мы добавляем в исключительных случаях, когда ягодка наша чуть-чуть недозрела, когда она немножечко не соответствует нашим желаниям, и мы немножечко это корректируем. Вот тогда это будет нормально. Если мы бездомно бухаем, то результат может быть какой угодно. Но здесь, опять же, вы решаете сами, какое вино вы хотите, да, какой крепости вы его хотите. И расчеты все проводите самостоятельно. Рассматриваем следующую причину добавления сахара. Я пробую вино, я боюсь, что оно будет кислым. Мне Вася, Петя, там, не знаю, дедушка с деревни сказал, что вино будет кислым, надо обязательно добавлять сахар. Если вы хотите делать вино, читайте учебники и забудьте там про бабушек и дедушек. Нет, среди них есть грамотные люди, действительно, но не всегда. Так вот, смотрите, изначально в ягодке есть и сахар, и кислота. Но зачастую мы кислоту не ощущаем просто потому, что она маскируется за сахаром для наших вкусовых рецепторов. Но, опять же, при определенном уровне кислоты ягода может быть и одновременно сладкой, и одновременно кислой. Бывают ягоды с повышенной кислотностью. Вот мы меряем по рефрактометру, там сахара 25-26. А вы тут ягоду съесть нормально не можете, потому что она кислючая. То есть не всю кислоту можно замаскировать сахаром. Смотрите, что происходит дальше. Начинается брожение дрожжи, сахар съедают, сахар исчезает, кислота остается. И, конечно же, мы ее ощущаем, это норма. Это нормально, потому что сахар ушел. И начинаем сахар сыпать, потому что, опять же, кто-то сказал, какие варианты развития событий здесь могут быть. Если там спирта еще не очень много, если дрожжи очень активные, этот сахар начинает выбраживать и давать больше спирта. В итоге вы получаете очень спиртуозное вино, а кислота как была, так и осталась. И что еще сыпать сахар? Еще, опять же, при определенном уровне кислоты можно получить одновременно противное кисло-сладкое. Там и кислота будет, и сахар. И в итоге мы ничего не добьемся. Вот многие а-ля домашние недовина, ну давайте называть вещи своими именами. Когда берут зеленую ягоду, незревшую, да, сыпят туда еще кучу сахара, и получается вот такое очень спиртуозное, очень сладкое и одновременно кислое. Ну, то, что пить противно, да, и от чего потом болит голова. Вопрос, зачем? Для того, чтобы было не кисло, надо использовать спелую ягоду раз и работать с кислотой. Во время брожения кислоты виноградные, они проходят определенные превращения. Более жесткая, более пекучая, более ощутимая нами на вкус яблочная кислота превращается в более мягкую молочную. Наша задача только не мешать. Есть отдельный ролик про яблочно-молочное брожение. Вот кому интересно, посмотрите, здесь отвлекаться не будем. И следующий момент – это выпадение винного камня. Винная кислота связывается с калием и оседает. Если винная кислота в избытке, если много калия в сусле, значит все это выпадает. Кислота уменьшается, соответственно, и ощущаем на вкус мы ее меньше. Маленький секретик. Если мы прессуем сусло, чем больше мы его прессуем, тем больше калия высвобождается. И, соответственно, если изначально ягода кисловато, ее можно больше прессануть, больше калия потом свяжется. Да, и больше кислоты уйдет. Кроме того, на рынке есть специальный раскислитель. И если вам уже совсем-совсем вот прям кисло, очень кисло, в таком случае можно просто добавить вот этот раскислитель. И все, все вопросы решаются. Следующее, если мы хотим полусухое, полусладкое, опять же вспоминаем, что в вине есть баланс всего спирта, кислоты, ароматики и так далее. Так вот, если мы хотим полусухое, полусладкое, то идеальнейший вариант – это не добавление сахара. Это выспилить максимально ягоду. В дальнейшем, если надо, мы ее подвяливаем немножко, сбраживаем до определенного процента спирта и оставляем определенный процент сахара. Опять же, вы спрашиваете, как посчитать. Друзья мои, я не калькулятор и не буду считать за вас. Считайте это сами. Изначальный сахар померили, вот оно у вас побродило, померите, сколько сахара осталось. Да, точные цифры мы не получим. Но хотя бы приблизительные, плюс-минус, мы понимаем. Начально отнимаем конечное, да, считаем, сколько у нас получилось алкоголя. Хватит, хватит. На вкус вам нормально, нормально. Все, в этот момент остановили брожение. Чем останавливать? Холод, пастеризация, добавление серы. Любой из этих инструментов, он для вас доступен. Либо второй вариант. Тоже у нас изначально, допустим, сахара было не очень много, но мы бы хотели все-таки его оставить. Опять же, немножко побродило. Дальше доспиртовали. Будет у меня время, значит, я вам про спиртование расскажу. Нет, частично про спиртование есть в ролике про вермут. Вот, там есть расчеты, именно сколько, ну, доспиртовать, сколько водки, сколько спирта доливать. Там это есть. Остальное вы тоже считаете сами. Сахар замерили, начальный, посмотрели потом, да, сколько сбродило. Примерно рассчитали и уже дальше дополнили. Еще раз, все расчеты вы делаете самостоятельно. И опять же, прежде чем задать вопрос, сколько сахара вам добавлять, подумайте, зачем вам это нужно. Может быть, вам это не нужно совсем. Еще немножко про то, какой сахар добавлять. Часто говорят, нет, вот сахарозу, это вообще свекловичный сахар, там, свекла, винограду не родственник и так далее. Сахарозу нельзя, надо добавлять глюкозу или декстрозу. Смотрите, что такое сахароза. Это дисахарид, который состоит из молекулы глюкозы и фруктозы. Вот такая получается штучка условная, да? Когда вот эта штучка попадает в виноградный сок кислый, сама кислота виноградного сока и все, что в виноградном соке содержится, расщепляет вот эту молекулку на глюкозу и на фруктозу. Виноградный сок содержит примерно в одинаковых пропорциях глюкозу и фруктозу. То есть, добавляя свекловичный сахар, вы получаете ровненько то же, что в виноградном соке по пропорциям глюкоза-фруктоза. Все, и все там нормально происходит. Кто-то там говорит, нет, вот это искусственный сахар еще какой-то. И еще как аргумент, смотрите, шампанское, которое делают в шампании. Вообще, для того, чтобы напиток мог называться шампанское, надо не только все делать в шампании, надо еще соблюсти примерно 300 страниц законов. Там все очень строго, все очень регламентировано. Так вот, в это самое шампанское для вторичного брожения добавляют сахарозу, никакая ни глюкоза, ни декстроза, ни прочая оза. Единственное, что мы используем свекловичный сахар, там используют тростниковый. Ну, у них просто, в принципе, как бы чаще используют тростниковый сахар. Все, но он абсолютно химический, такой же. Использовать ли глюкозу или декстрозу? Пожалуйста, если вы хотите. Она просто стоит дороже. Но если вы хотите использовать, вы можете использовать. То есть тут какой-то такой вот глобальной разницы нет. Еще часто вы задаете вопрос, можно ли использовать мед вместо сахара. Опять же вопрос, зачем? Не надо демонизировать сахар. Во-первых, в меде, да, рассчитать сахар достаточно сложно. В зависимости от качества меда, да, типа меда, содержание сахаров там будет различным. Более того, в меде тоже содержится глюкоза и фруктоза, но там фруктозы больше. Да, дрожжи ее сбраживают, но они ее сбраживают немножко медленнее. То есть уже мы немножко нарушаем. Кроме того, в меде еще очень много всяких других ароматических веществ. Смотрите, когда мы делаем вино, брожение – это основной процесс. Но происходит еще огромнейшее количество других химических процессов, которые нам в дальнейшем дадут ароматику этого вина. Огромное количество веществ взаимодействуют между собой. По отдельности они, допустим, имеют один вкус. Если они соединятся вместе, они дают другой вкус. И к этому всему вы еще добавляете мед, который сам по себе тоже содержит определенные ароматические вещества. И что в итоге получится? Как оно там между собой будет взаимодействовать? Ну, это одному Богу известно. Пробовать можно. Если вот вам так хочется, пожалуйста. Опять же, это ваше вино. И в принципе, я тут чуть-чуть позволю себе отвлечься, когда вы спрашиваете, а можно ли? Да можно делать все, что угодно абсолютно. Это ваше вино, вы его будете потреблять. Вопрос – нужно ли? Вот насколько это целесообразно? Целесообразности добавления меда в вино нет никакого. Опять же, потому что расчеты непонятные. Что как непонятно. Как дальше? Что будет в результате? Тоже непонятно. Если вам вот хочется сладенького, да, вот, вы бы так хотели, то проще сделать, например, сухое вино, и потом при употреблении, вот вам хочется, добавьте вместо сахара туда меда. Да, и вам будет вкусно. В глинтвейн делайте, хотите, чтобы было сладенько, добавьте меда, пожалуйста. А для брожения добавлять мед, ну, это не имеет смысла. Хотите? Можно? Можно. Сколько? Опять же. Там вообще ничего не понятно. Ну, что разный состав меда дает разные пропорции. Хотите, у вас есть состав, ну, сидите, считайте, как бы. Тут хозяин-барин. Но смысла в этом особого нет. И еще такой момент, когда лучше всего добавлять сахар. Забудьте вот эти вот поэтапные внесения. Опять же, кто-то когда-то их придумал, не надо так делать. Либо мы сахар добавляем вот в начале, в самом начале, когда мы ставим сусло на брожение. Либо вот сняли снизги. Вообще, по разным учебникам теперь, теперь уже по разным, я их много очень прочитала. Считается, лучше всего добавлять, пока половина сахара не сбродит. Если мы на мезге, например, держим долго, то тогда, конечно, пока брожение не остановится и шапка не упадет, то тогда не очень хорошо добавлять сахар после снятия с мезги. Если мы держим на мезге недолго, там 3-4 дня, то можно добавить и после снятия с мезги. Тут вы смотрите, как вам удобнее. Но для того, чтобы этот сахар хорошо перебродил, лучше добавлять его в начале. В таком случае брожа будет гораздо проще его переработать. И опять же, для тех, кому хочется сладенького, вы должны понимать, что если в сусле вине есть сахар, то найдется тот, кто этот сахар захочет покушать. Не всегда это будут дрожжи, это могут быть какие-то плохие микроорганизмы, которые могут испортить ваше вино. Для того, чтобы сахар стал консервантом для вина, его надо много, сахара, и спирта тоже много. Вот тогда да. Если у нас спирта не очень много, если у нас сахара не очень много, то, повторю еще раз, может быть все, что угодно. Результат непредсказуем. Да, вы иногда пишите, а я так делаю всегда, у меня все классно. Ну, классно, вам повезло. Но все когда-то бывает в первый раз. Ну, и напоследок, чтобы избежать лишних вопросов, если мы все-таки хотим сладенько, сколько надо? Есть такое правило Делли, которое говорит о том, что напиток должен содержать 80 консервирующих единиц. 1% сахара – это 1 консервирующая единица, 1% спирта – 4,5 консервирующих единицы. Опять же, чтобы не вникать в сильные долгие расчеты, 16% сахара, 16% спирта – это примерно стабильный напиток. Иногда бывают исключения. Правило Делли, к сожалению, работает не всегда, но это больше исключения, нежели правило. На этом наш ролик подошел к концу. Ну, надеюсь, что количество вопросов, сколько сахара добавить в вино, поуменьшится. Ну, и также напоминаю, что прежде чем что-то считать, задайте себе вопрос, зачем я это делаю, зачем мне добавлять сахар в вино. И, может быть, тогда никаких добавлений не потребуется. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. Также будет ссылка на другие полезные видео. И до новых встреч!